Книга «Открытым оком», том 2. Вопрос 791. Взаимоотношения. «Допустимо ли, доказывая свою правоту, совершает крестное знамение?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Крестное знамение – это широкопрофильное явление для оборонения от напасти, благословения и уверения. «Вот тебе крест!» То есть, все, что я говорю, истинно подтверждаю крестом. То есть, это фактически самая настоящая клятва. Крест является жертвенником, святость его от жертвы, находящейся на нем. Матфея 23, 16. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? И так клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. Клятва в Новом Завете абсолютно запрещена. Матфея 5.34. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», «а что сверх этого, то от лукавого». Якова 5.12. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, никакою другую клятвою, но да будет у вас «да», «да» и «нет», «нет», дабы вам не подпасть осуждению. И вот с этим нужно быть осторожнее. Если нам не верят, то не поверят и при крестном знамении, тогда пусть остается так, как есть, время покажет.